Здравствуйте, уважаемые зрители! На приятном встретиться с вами вновь на программе «Познаем истину». Книга, которую мы исследуем вместе с вами, книга Ива, тема нашей встречи сегодня – «Невинная кровь». Мы посмотрим о том, что говорят главы Священного Писания из этой книги, когда речь идёт о наказании, о том, как Бог реагирует на нашу жизнь. Хочу вначале представить гостей нашей студии – Евгений Костерин, менеджер сегодня в студии, Виктория Глебова, преподаватель музыки, пастор церкви Святослав Музычко. Здравствуйте, друзья! Здравствуйте! Итак, «Невинная кровь» – это тема нашей встречи. давайте мы прочитаем послание апостола Павла к евреям. 11 глава, 1 текст. Что там сказано о вере? «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Как вы думаете, что содействует вере в Бога, а что ей мешает? Содействует. Поступки наши содействуют и мешают тоже поступки наши. Допустим, содействует – это смирение, это принятие Божьей воли, а мешать может эгоизм, себелюбие. Обстоятельства могут нам помешать верить в Бога. Обстоятельства, которые содействуют нашему благу, или они противны тому, что мы сегодня желаем иметь, или то, что бы хотели иметь? Прежде всего, которые противны нашему желанию, и разрушают, как казалось, нашу веру. Но они могут и укреплять. Опыты веры, они содействуют нашей вере. Священное Писание, оно помогает нам иметь веру в Бога. А природа, когда мы выходим и видим вокруг себя нечто красивое, это помогает верить? Или просто это становится обыденностью нашей жизни, и мы особым образом на это не обращаем никакого внимания? Переживание или печаль в том, что очень часто люди воспринимают это как должное. Когда я выхожу на природу, когда я вижу, например, какую-то красивую растительность, когда я вижу цветы, когда я вижу животные, очень часто я воспринимаю это как должное. Я не понимаю, что за этим стоит Бог, что это Творец, что это Он, Его мудрость, Его дар. Он это подарил нам. Это тоже часто может быть преградой. Но когда я смотрю другими глазами, когда я вижу за этим Бога, то я восхищаюсь. Мы находим один из псалмов Давида, когда он, глядя на небо, наверное, это была ночь, наверное, он увидел звёзды, и он там восторгался величием Бога. Его вера там укреплялась. А вообще успех в жизни, он может содействовать нашей вере? Либо на это не стоит обращать внимание, что ты успешный? На первых порах это содействует. Но есть разные уровни взаимоотношений с Богом. На первом уровне это содействует, на высоких, наверное, нет. Если наша вера только от успеха зависит, то это путь к поражению. А насколько верующих людей можно считать людьми не от мира, а сего и, мягко говоря, странными? А не действительно люди, верующие в Бога, странные? В каком-то смысле, да. В каком-то смысле человек, который… В чём странность? Вот почему людей считают странными? Если вы веруете в Бога, а всё равно, вот, казалось бы, уже свобода, да, вероисповедование, никого это уже вроде бы так не удивляет, что вы ходите в церковь, и всё-таки всё равно вас считают людьми странными. Странность в том, что верующий человек буквально воспринимает то, что говорит Бог. И он зачастую воспринимает Слово Божье как прямое указание к его жизни. И те слова, те побуждения, те принципы, те заповеди, верующий человек принимает, что это Бог говорит конкретно ему. Неверующий человек может воспринимать это как просто отвлечённое некое понятие, как красивую теорию, как красивый миф, как красивое изложение какой-то исторической судьбы, личности или исторического момента. Но верующий человек, повторюсь, это тот человек, который доверяет Богу. Тот человек, который воспринимает, что всякое слово Бога чисто. А что такое чисто? Это то, которое я должен принимать как указание для моей жизни, конкретной жизни. А почему вера часто противоположна здравому смыслу? Мы часто говорим, этого просто не может быть. Потому что Бог даёт, скажем так, опять-таки определения и установки, которые изначально правильные. Но живя в этом грешном мире, у нас фокус зрения немножко сдвинут. И поэтому мы считаем, это не совсем может быть внятным для нас, понятным. То есть всё зависит от нашего стержня. То есть если у нас стержень правильный, если мы за Бога держимся, то, соответственно, мы идём по правильному пути. Вообще в вашей жизни были моменты, когда действительно ваша вера была противоположна всякому здравому смыслу? Я бы не согласился с выражением «всякому здравому смыслу». Потому что у каждого человека есть свой здравый смысл. Каждый человек действует, как говорят сегодня, в меру своей испорченности. И иногда, что для одного человека здраво, то для другого это совершенно испорчено. Поэтому для верующего человека есть стандарт здравости. Это библейские принципы. Это библейские принципы морали и этики. И они, вот тому настоящему здравому смыслу, они никогда не противоречат. Проблема в том, что очень часто люди сего времени, настоящего нашего времени, живут в понятии ситуативной этики. То есть я поступаю так, как мне выгодно. И, естественно, если человек имеет такое представление о своих поступках, надо поступать так, как мне выгодно. Одна знакомая моя однажды сказала мне, друзей надо иметь влиятельных и состоятельных. Это формирует её подход к жизни. То да, я могу чего-то избежать или кого-то избежать. Благодаря влиянию и могуществу этих людей. Тогда что-то может поменяться. Хочу привести пример. Да. Когда мы ребёнка учим заправлять постель, я не думаю, что он понимает, зачем это нужно делать. Для него это может быть совершенно нездраво. Зачем заправлять постель? Какой смысл в этом? Мы же понимаем, как взрослые люди, что если он сейчас… Если вечером опять спать, да. Вечером спать или так далее, или можно много других интересных дел в это время сделать. Но мы, как взрослые люди, понимаем, что если он сейчас приучится к порядку, а заправление постели – это и есть порядок, да, выражение одно из порядка, в жизни у него будет порядок. То есть он будет строить свою жизнь на основании каких-то принципов. Она не будет хаотична, не будет подвластна минолётным желаниям. То есть он знает, что нужно это сделать. Он потом поймёт это. И все понимают, что да, и спасибо, говорит, что родители приучили меня к порядку. Но он вначале этого не знал. То есть он это дисциплинирует, и потом его жизнь становится более успешной. Да, он вначале не знает этого. Он вначале не знает этого. А верить в то, что ты никогда не видел, это уже на грани фанатизма? Я думаю, что фанатизм… Ты никогда этого не видел. Тебя убеждают, что нужно в это поверить. Я доверяю источнику информации, тому, кто мне это говорит. И если я доверяю этому источнику, то это отнюдь не фанатизм. Потому что я считаю, что фанатизм – это надстройка над верой. Это моё добавление… А вот можно как бы разграничить вера и фанатизм? Потому что говорят, ну это фанатично настроенные верующие. Такое часто тоже можно слышать. Но мы говорим, что есть фанатизм, но он может быть очень разным. Но вот здесь именно, когда касается вопроса религии, веры в Бога, почему-то очень многие считают, что верующие люди – это фанатики. Считают только лишь потому, что они имеют убеждение, что не всё то, что говорит Господь, а он говорит это тебе. С одной стороны. Но мы как верующие люди, я как верующий человек, я считаю, что если Господь в своём слове это открывает, как Его волю относительно жизни человека, то это меня касается. Да, человек, который относится к этому опосредованно, он может считать, что я фанатик в чём-то. Ну, например, есть у меня какие-то конкретные принципы, я не могу ими поступиться, я не могу поступиться именно потому, что Богу это противно и Богу это неприятно. Например, некоторые говорят, а что такое, если я немножко тут привру? Ну, здесь же никакого греха там особого в этом нет, но я чуть-чуть приврал, всем хорошо. А я-то понимаю, что для Бога ложь неприемлема. Естественно, скажут, да, ты фанатик. Другой человек работает на производстве каком-то, оттуда все тянут. И все, ну, естественно, работают, например, я знаю человека, который работал в ресторане. И он говорил, естественно, все после смены, все брали что-то с собой. Когда я этого не брал, то, что мне там давали, говорили, слушай, ты какой-то не такой, ты не можешь с нами работать, потому что ты не берёшь. А он говорит, написано, это воровство, это не моё. То есть, возникает вопрос, почему тогда для многих людей вера, она является абсурдной, абсурдом вообще. Для этих людей это абсурд. Ты работаешь, все берут, но ты не берёшь. Это что, просто настройка на жизнь? Это просто мы вообще как бы тогда, ну, где-то потеряли вообще цель быть человеком, понимание того, что в жизни хорошо, что плохо. Почему абсурдно? Для многих сама вера в Бога. Потому что люди привыкли к вот этой вот греховной плоти. Потому что тот человек, который верит и доверяет Богу, он знает, что Бог его не оставит, что Бог ему даст под тем обещаниям, которые написаны в Слове Божьем. И я хочу немножечко ещё к фанатизму вернуться. В Библии не зря написано, что кто убавит или прибавит к словам всей книги. Потому что часто человек на своей идеологии может построить ещё сверху много-много всего и отречься от самого главного. Но если ты Бог доверяешь, Бог восполнит всё без всякого недостатка. Так Библия пишет сама. А мы все атеисты до порода времени? Ну, говорят, что когда человек попадает в кризисную ситуацию, много читал об этом на фронте, например. Как говорят, на войне атеистов нет. На войне атеистов нет. Там все были верующие. Или когда трагедия какая-то в самолёте, человек понимает, что вот его жизни серьёзная угроза, то он вспоминает тогда о Боге. То есть можно сказать даже, что вот веру в Бога... И тогда весь абсурд, весь фанатизм... Всё куда-то уходит. Исчезает в один момент, потому что человек понимает, что он-то бренно, бренно существует очень кратко, его жизнь, и он ничего не может изменить, буквально ничего. И тогда он прибегает к высшей силе некой, и говорит, что там человек начинает молиться. Хорошо, давайте мы прочитаем десятую главу книга Иова с первого по седьмой текст. «Опратила мне жизнь моя, жалобам своим дам волю, горечь души моей и залью. Скажу Богу, не осуждай меня, объясни, отчего ты враждуешь со мной. Какой тебе порог притеснять меня, какой тебе порог притеснять меня, творение собственных рук отвергать и свет изливать на совет нечестивых. Разве глядишь ты очами смертного? Разве зор твой как у человека? Разве дни твои дни людские, а годы твои от мужа дни? Что ты ищешь во мне порог и допытываешься о грехе моём? Ты ведь знаешь, что я невиновен, но никто не избавит меня от руки твоей». То есть вы прочитали эти тексты в современном русском переводе. Спасибо. Вот эти слова, это же слова не только Ио, наверное, и тысяч других людей, которые оказались в какой-то трагической ситуации. Скажите, в такие моменты легко потерять веру? Легко потерять веру. Если нет отношений с Богом, нет доверия к Богу, то то, что не стройно, не имеет основания, естественно, оно тогда и рушится. А Бог часто молчит на наш зов, а может быть, даже вызов Богу? Бывает, что молчит. Бог, я считаю, никогда не молчит. Просто мы можем его не понять. Бог, я верю в то, что Бог настолько любит каждого человека, всё человечество, что такое сердце не может молчать. Он может ничего не говорить, но молчать он не может. Мы видим, что Бог не отвечает до поры до времени Иву. Иву задаёт вопрос за вопросом. Мы читаем эту историю главу за главой и видим, как Иву задаёт вопросы Богу. Почему? До поры до времени. Да, несправедливо. Мне очень нравится стих, когда Иву задаёт вопросы Богу, и он говорит, пойду ли, обращусь ли направо, посмотрю ли налево. Он ищет в поисках Бога. Мне кажется, в такой момент, если стержень есть у человека того, что Бог его не оставил, то в это время Бог находится рядом. Он находится очень близко к человеку. Он ни направо, ни налево, он с тобой рядом. Если мы говорим о Иове, у Иву был опыт с Богом, и это видно в его исканиях, в его переживаниях в этот момент, он знал Бога. Были у него моменты, которые он не понимал в Боге. Какое-то качество, характер он не понимал. И Бог даёт возможность и ответить на эти вопросы, и мы в дальнейшем потом это видим. Вот когда люди задают вопрос Богу, почему, мы подразумеваем, что есть какая-то несправедливость. Почему так? Несправедливость это как бы неразделимая спутница нашей жизни, даже если ты и с Богом. Всё равно по отношению к тебе будут поступать несправедливо. И Бог никоим образом не вмешивается в такую ситуацию. Несправедливость это удел нашей жизни. пока мы живём в мире, где присутствует грех, мы должны реально смотреть на всё, что окружает нас. И Бог об этом нас и предупреждает. Да, несправедливость, которая вызвана наличием греха, наличием противника Бога, она присутствует в этом мире. И мы будем с ней встречаться, и мы встречаемся с ней постоянно. Но если мы знаем Бога, который показывает нам не только вот сегодняшний момент, Он показывает нам то, что было, Он показывает нам то, что есть, и то, что ожидает нас, реально не переукрашивая эту ситуацию, открывает нам глаза на реалии сегодняшние, но Бог показывает нам ещё и чем всё это закончится. И вот это вселяет в нас уверенность, что у Бога это всё под контролем. Мы в жизни можем встретиться с массой несправедливостей, но всё зависит от того, как мы к этому относимся. Либо мы видим, что это крах всего, либо мы видим это как ещё очередную возможность. Знаете, многие в бизнесе даже говорят, что банкротство это всего лишь ещё одна возможность. Безусловно, когда мы говорим о невинной крови, тема наша так и называется, невинная кровь, то мы говорим о несправедливости, почему страдают, да, невиновные, где же справедливость. Если все согрешили, лишены, слава Божьей, как написано в Священописании, можно ли вообще говорить о таком понятии, как невинная кровь, невинное страдание, невинное наказание? В этом мире многие вещи относительны. Многие вещи относительны. Если мы говорим вообще о понимании, в нашей жизни, вот, например, наш уголовный кодекс, он классифицирует наказание, да, вот за это, например, преступление, вот такой срок, вот за это, есть административные, есть уголовные, есть условные наказания, есть реальные наказания, есть строгое, есть пожизненное и так далее. А у Бога, в принципе-то, на возмездие за грех смерть. Каким бы маленьким или большим, конкретная смерть, да. Поэтому если мы смотрим немного свысока на эту ситуацию, то мы понимаем, что в принципе невиновных-то нет. И даже если я себе могу сказать, да, в конкретной ситуации я вот нигде никого не украл, ничего, я не украл, да. А если меня проверить вот тем Божьим материалом проверки, Бог скажет, но мысль-то была, а ведь это тоже мысль, ведь это тоже грех. И Христос нам показал, что даже мысли определенные, они тоже могут быть греховными в твоей жизни. А в большинстве своем люди признают себя виновными перед Богом или считают свободными от греха и всякого зла? Вы знаете, у человека есть такой компас, который называется совесть. У любого человека, у верующего человека, неверующего человека, тот человек, который поистине, по-настоящему с Богом, этот компас работает, мне кажется, более точнее. Кто-то этот компас пытается заглушить. И вот когда он его заглушает, то в конце концов он может быть и совсем перестать работать. И тут уже беда. Но всё-таки большинство людей считают себя, вот сегодня спросить любого человека, выйдя, наверное, на улицы города, спросить, вы считаете себя виновным перед Богом? Как вы думаете, люди, как ответить на этот вопрос? Это ответить можно только перед самим собой. Всё, что угодно можно сказать, но никто не знает, что внутри человека. Мне очень нравится такая интересная фраза, что человек на людях не может быть настолько искренне и честен, как он становится искренним и честным, когда он один наедине с собою. Вот тогда он же не соврёт как бы себе самому. Если я не виновен, то, по сути, у Бога не должно быть тогда ко мне никаких претензий. Не так ли? То есть, какие могут быть претензии у Бога ко мне, если я не виновен? Если я считаю себя свободным от греха, как считает себя большинство людей. А что Библия говорит вот о реальности греха, для того, чтобы всё-таки понять? Мы можем много говорить о грехе, люди могут говорить о том, что я не греховный, я не совершил какого-то особого тяжкого греха. Давайте мы посчитаем книгу, третью книгу царства, восьмая глава, сорок шестой текст и книгу притчи, двадцатая глава, девятая. Два этих текста, пожалуйста. Когда они согрешат пред тобою, ибо нет человека, который не грешил бы, и ты прогневаешься на них, и предашь их врагам, и пленившие их отведут их в неприятельскую землю, далёкую или близкую. То есть, что здесь сказано, что нет человека, вообще ни одного, который бы не грешил. Давайте мы посчитаем книгу притчи, двадцатая глава, девятый текст. Здесь у нас написано, что кто может сказать, я очистил моё сердце, я чист от греха моего. То есть, что получается, что ты можешь десять раз убеждать себя в том, что ты невиновен перед Богом, ты не делал никакого греха, но если ты просто отвергаешь само существование Бога, ты живёшь так, как ты хочешь, это и есть уже грех или Бога. Непризнание авторитета Бога является грехом. Мы находим в одном из посланий апостола Иоанна, человека, который был некогда назван сыном грома, ставшим апостолом любви, и он там говорит, что если ты говоришь о том, что в тебе нет греха, то ты всего-навсего обманываешь сам себя. То есть, это самообман. Когда я говорю, что у меня нет никаких недостатков, и я как будто совершен, это всего лишь самообман. Я, значит, чего-то не вижу. И вы упомянули мысль, что если ты не делаешь, это ещё не значит, что ты не хотел бы этого сделать, и ты можешь десять раз убить человека, и ты сделал в мыслих. Не даром сегодня есть такое мнение, что человек может не грешить по трём причинам. Первая причина, у него нет возможности. Если бы была возможность, он бы согрешил. То есть, я не беру взяток, да, никто не даёт. Потому что никто мне не даёт. Вторая причина, я не грешу, потому что я боюсь общественного осуждения. Я бы сделал, если бы я был уверен, что об этом никто не узнает, и мне постигнут какие-то последствия. И третье, почему человек не грешит, потому что он почитает Бога, он боится Бога. И он понимает, что делает грех в его жизни, что это разрушение его и разрушение тех, кто находится рядом с ним. Я хотела бы добавить, что даже если брать библейских героев как Енох, как Илья, которого… Нет, не Илья, а кого Бог взял на небо, на колеснице. Илья. Илья, да, Илья. То даже они, несмотря на то, что они в течение всей своей жизни стремились к святости, никто из них не утверждал, что они совершенные. Это Бог так посчитал. И Бог посчитал, допустим, скажем так, восхитить его на колеснице, или взять его на небо живым. Но нигде в Библии не написано, что они кичились этой святостью тем, что они не делают. Хорошо, покоснулись святости. Давайте мы еще прочитаем книгу его 15 глава, 14 по 16 текст. Что есть человек? Разве может он быть чист? Рожденный женщиной, разве может он быть праведен? Бог и святым своим не доверяет, даже небеса перед взором его нечисты. Тем более человек порочный и растленный, что злодейство пьет словно воду. Ну, вы знаете, вот эти тексты, которые мы прочитали, и книга Царства, и книга Притчи, здесь книга Эва, говорят о том, что вообще нет такого человека, который бы не грешил, который был бы таким невиновным перед Богом. Но тогда возникает вопрос, а как при таком состоянии человек может быть святым? Если говорят, нет ни одного, все пали, никто не достоин вообще вот этой святости. Ну, и тогда возникает вопрос, ну, а стоит ли стремиться к святости, если сам Бог говорит, и так будь и святый, как и я святый, а мы все грешные. Поэтому Бог дал нам свою жизнь как пример, Библию, как средство достижения, скажем так, этой святости, и нашу жизнь как отрывок того пути, который ведет нас либо к Богу, либо от Бога, тут уже выбор каждого человека. Но вы говорите только о Боге, то есть когда мы говорим вот, да, будьте святы, как Господь говорит, как я свят, мы только равняемся на Бога, если вообще, а есть ли люди, которых можно действительно называть святыми, я мог бы брать с них пример для того, чтобы жить другой жизни, не той греховной, а святой? Есть люди, которые, те люди, которые думают о других, думают искренне, некорыстно, которые заботятся, которые… То есть святость человеческая – это не безгрешность, нам просто нужно понять, это не безгрешность. Это не безгрешность, это не совершенство, это не личное качество человека. Это направление. Святость – это качество Бога, которое Он даёт человеку. Бог даёт самого себя. И я бы сказал даже, что святость – это не то, чем я обладаю, а это то, что Бог может дать мне, кому я принадлежу, и с чем я соприкасаюсь. То есть моя принадлежность Моя принадлежность чему-то делает меня святым. к Богу делает меня святым. Друзья, мы продолжим нашу беседу через несколько минут. Просим вас, уважаемые зрители, не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами. Это программа «Познаем истину». Уважаемые зрители, мы хотели бы иметь с вами общение. Сейчас вы на своих экранах увидите номера телефонов, по которым можете связаться с нами, с нашей программой. Мы говорим о проблеме греха, мы говорим о том, что человек, живя здесь на земле, он является грешным, и в то же время Господь призывает нас к святости. То есть тогда, когда ты находишься в подчинении у Бога, либо принадлежащему. То есть святая вещь становится, если она принадлежит чему-то. А скажите, когда мы говорим о грехе, когда грех становится видимым для нас? Когда люди не понимают, что такое грех, наступает момент, когда он понимает, что грех грешит. Что человек видит при этом? Что побудило его осознать, что он грешный? Сила Божия. Ничего другое не сможет показать. Возможно, соприкосновение с Богом, стандартным каким-то, с принципом. То есть мое приближение, да, мое приближение к Богу, оно более ясно тогда показывает мне, в чем я виновен, потому что, если Бога нет в твоей жизни, ну, безусловно, греха-то и нет. Знаете, как говорят, если ты хочешь узнать, что фальшивое, что настоящее, ты очень хорошо должен узнать, что есть настоящее. И когда ты знаешь принципы настоящего, все отличительные черты настоящего, то тогда тебе очень легко увидеть, что что-то другое может быть фальшивым. Ты, может быть, некоторое время жил и думал, что это нормально. В твоей жизни это нормально, потому что все так живут. Но однажды ты открываешь Божье Слово и находишь, что Бог это не принимает. И тогда тебя, как будто молния пронзает какая-то, потому что ты видишь несоответствие, диссонанс какой-то воли Божьей, которую ты увидел, и своей жизнью, которую ты практиковал. И если ты желаешь что-то менять, то ты тогда начинаешь слушаться Бога. Если ты же хочешь оставить все как есть, то все и остается. Тогда будешь искать какую-то определенную философию жизни, тогда ищешь оправдание. Оправдание, которое помогло бы найти оправдание. Которое помогло бы тебе остаться в точке. А если страдание и боль продолжают иметь в жизни людей, даже те, которые посвятили себя Богу, может поэтому многие не видят смысла доверять Ему, что с Ним, что без Него одна участь? Если мы смотрим только локально и только конкретно и только на вот этот момент, то, конечно, можно так подумать. Но когда мы с Богом, когда мы понимаем Бога, то Бог позволяет нам увидеть всю картину. Не только конкретное место в этой картине, где моя боль, где мое страдание, где мое переживание. Вот оно локально, потому что оно коснулось меня. Но Бог иногда позволяет мне увидеть общую картину греха, откуда грех появился, почему эта проблема, почему она коснулась меня. Бог показывает мне, откуда все это пришло, и Бог показывает мне, чем все это закончится. И тогда я начинаю понимать, что оказывается, вот ситуация такая, я начинаю понимать всю картину, видеть себя, видеть Бога, и знаю, чем все это окончится. Хотя для многих людей все-таки вопросы остаются. Вот мы взяли просто два текста из священного писания, две истории. Давайте мы прочитаем книгу «Бытия 4.8», когда речь идет о Каине и Авеле. «И сказал Каин Авелю, брату своему, пойдем в поле. И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его». Вы знаете, если бы я первый раз читал священное писание, я задал бы обязательно вопрос, почему Бог не предотвратил это убийство? Бог пытался предотвратить. Если мы читаем немного выше эту ситуацию, то Бог обращался к Каину и пытался остановить его. Да, может быть, Бог не взял Каина за руку тогда, когда он взял это орудие убийства. Но Бог пытался все сделать, чтобы Каин не совершил этого действия. И, наверное, это вопрос для меня, чтобы я, зная его любовью, понимал, что если я не подчиняюсь Богу, то я тогда становлюсь орудием в руках противника Бога. Я либо приношу жизнь в этот мир, либо я могу принести смерть. Я имею определенный круг людей, на которых я влияю. И Бог это нам позволяет увидеть. Да, это больно, да, это неприятно, но это правда. Это правда жизни, где в мире присутствует грех. Я хотела бы еще добавить, когда они выходили из Эдемского сада, Адам и Ева. Бог одел их в одежды кожаные и дал им повеление соблюдать определенные принципы, вернее, правила. Они должны были приносить все сожжение Богу, и именно не плоды, а вот именно Агнца, который указывал на Христа. Но в том, что Каин убил Авеля, здесь именно показывается то, что Каин пошел своим путем. Он не захотел в этом Бога прославить, он захотел просто показать, какой он земледелец, может быть, хороший. Да, это понятно, но возникает вопрос, почему Бог, в виде намерения Каина сделать это, почему он не предотвратил убийство праведного Авеля. Вот самый главный вопрос. Наверное, ответ на него, конечно, очень сложен, но мы стараемся определить, Каин совершил самый тяжелый грех в жизни. Какие грехи совершаем мы? То есть, что должен был, по сути, сделать Бог с нами, если мы совершаем тот или иной грех? Он должен был уничтожить Каина, потому что у него есть мысли. Тогда возникает вопрос, что делать с нами, если у нас есть, может быть, подобные желания, и, наверное, в своих мыслях мы не один раз убивали, может быть, убирали каких-то людей со своего пути. Например, давайте мы прочитаем историю Исход 12 глава, 29 и 30 тексты, что там Бог сказал делать ангелам. В полночь Господь поразил всех первенцев в земле египетской, от первенца фараона, сидящего на престоле своем, до первенца узника, находившегося в темнице, и все первородное из скота. И встал фараон ночью сам, и все рабы его, и весь Египет, и сделался великий вопль в земле египетской. Ибо не было дома, где не было бы мертвеца. Скажите, нам такой Бог понятен, когда мы читаем эти истории? Возвращусь к тому вопросу, который вот перед этими текстами был. У Бога нет разделения на грехи, малые или большие. Грех есть грех. И Бог нас опять-таки не сделал роботами, чтобы если вдруг у нас есть мысль согрешить, и мы идем это делать, Бог нас сразу хватает за руку и предотвращает это. Вот в этом и есть тоже любовь Бога к нам, что Он сделал нас свободными. Это наш выбор. А скажите, а стоит ли в вопросах веры на многое закрывать глаза, не задавать Богу этот вопрос? Я считаю, что иногда стоит не задавать лишних вопросов Богу. Просто закрой глаза на все то, что мы читаем. Не закрой глаза. Смысл в том, что если я не знаю ответов, то не всегда я могу понять. Я хотел бы сказать, что иногда вопросы, которые мы задаем, они бывают неправильными. Если я задаю вопрос, почему, это может быть неправильный вопрос, и, естественно, я на него не могу найти правильный ответ. А если я задам вопрос, для чего, это совсем другой вопрос. И я на него могу найти ответ. Потому что реально я могу посмотреть, а что я могу извлечь из этой ситуации? Какой вывод я могу сделать? Что побудило поступать того или иного человека или Бог в данной ситуации? Конечно, есть ситуации, когда я не могу найти никакого объяснения. Никакого объяснения, ни логического. Вот так же ситуация, которая была в истории жизни Иова. Он не мог найти пояснение, потому что он за собой ничего не видел. И это была правда. Он не видел за своими детьми ничего. А это произошло. Но Бог как будто открывает перед нами ширму на сцене и говорит, посмотрите, почему это происходит. Потому что есть грех, потому что есть противник, сатана, который многие вещи творит. И Бог это допускает только для того, чтобы все достигло своего какого-то завершения, логичного завершения. И чтобы мы сделали выбор, с кем мы. И Бог дает просто определенное время, как пишет Петр, что Бог немедленно, а долготерпит. Потому что вот это время, которое Бог дарует, а это время даруется для спасения. Давайте мы прочитаем Евангелие от Матфея, 6 глава, 34 текст. Текст, он вроде бы сразу как-то неожиданно переходит в другую плоскость, потому что мы говорим о страданиях Иова. Но здесь все-таки страдания связаны с большими нашими переживаниями о завтрашнем дне. Давайте мы прочитаем этот текст. Итак, не тревожьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний день сам позаботится о себе, довольно каждому дню своего беспокойства. Скажите, а как нам расстаться с суетой и заботой, ведь мы каждый день поглощены ими? Ну что, уехать на необитаемый остров, забыть всё? Опять же, нужно тогда не брать с собой сотовый телефон, я не знаю, может иметь какую-то определенную сумму денег, но опять же, если там будет, повстречается вам другой человек, у вас начнутся проблемы. Вы знаете, есть понятие забота, а есть понятие озабоченность. Забота — это то естественное моё ощущение, переживание, естественное моё действие. А озабоченность — это когда я только об этом думаю и больше ни о чём. И, наверное, вот эта озабоченность, она может привести и депрессии, и к нервному срыву, и многим другим последствиям. Поэтому Бог позволяет нам переложить часть ответственности на Него, доверяя Ему. И в нашей жизни у нас есть масса примеров, когда мы на самом деле, даже не понимая, доверяем Богу. Например, мы ложимся спать. Мы не контролируем своё дыхание, правда? Да и даже днём. Мы не говорим, не командуем там себе, что надо столько-то вздохов сделать, столько-то выдохов. Мы не командуем сердцем нашим, не говорим, что надо столько-то ударов сделать. Мы не контролируем это и не руководим этим. Это делает кто? Это делает Бог. Поэтому если даже в элементарных таких вещах нашей жизни мы видим действия силы Бога, то мы можем понять, что Бог несёт ответственность или может взять ответственность и за всё остальное. Если я верующий человек, если я доверяю Богу, то я понимаю, что Бог руководит моей жизнью. И я вверяю свою жизнь Ему. Я ложусь спать спокойно, помолившись вечером, зная, что моя жизнь в руках Бога. Утром проснувшись, я благодарю Бога за то, что Он хранил меня ночью и прошу Господи, будь со мной в этом дне. И я начинаю жить нормальной жизнью, не испытывая каких-то страхов, естественно, соблюдая правила техники безопасности. Тоже не понимая, что есть мои пути, а есть не мои. И если я на своих путях, то я соблюдаю эти принципы жизни, то и Бог будет со мной. Ну а всё-таки завтрашний день Он в руках Божьих или в наших? Однозначно, в Божьих руках. Всё в Божьих руках, поэтому от меня ничего не зависит. От меня зависит. Хорошо, давайте мы читаем книгу притчей, третья глава и пятый текст. Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Ну что значит надейся на Бога? Нам с неба что-то начнёт прилетать? И когда, если я буду надеяться только на Бога? Надейся на Бога, это значит доверяй Богу, что Бог тебя не оставит. Ты надейся на Господа, это смотри на Него, это общайся с Ним. Да, мы иногда не сможем полностью ответить, как Он действует, какими путями, но вот это доверие заключается в том, что мы, несмотря ни на что, мы смотрим на Него. Ну смотрите, можно смотреть на Бога, но мне нужен результат, потому что я ожидаю завтра, мне нужно во что одеться, мне нужно что поесть, поэтому просто общение, оно, да, это важно для человека общение с Богом, но когда нет результата, когда у меня нет работы на завтрашний день, я молю Господа, дай мне хлеб насущный, то вот этот хлеб насущный, он откуда должен, скажите, взяться? С неба или я должен работать? Здесь пословицу люди не зря сложили, что на Бог надейся, а сам не плашай, что Бог, конечно, свои обещания обязательно выполняет, но и твоя доля в этом должна быть. Бог сказал, если будешь с трудом хлеб свой зарабатывать, значит, понятное дело, что ты должен пойти встать и этот хлеб, соответственно, зарабатывать. Бог сказал, что будешь детей рожать, соответственно, как бы это твоя, соответственно, участь в этой жизни. То есть твои усилия, они предполагают тоже благословение, которое Бог тебе будет сопутно давать, если ты будешь это делать. То есть надежда, всё-таки это активное действие, вот надейся, я имею надежду, либо это какое-то пассивное действие, стоит молиться, стоит просто открыть Священное Писание и не заботься. То есть завтрашний день будет сам заботиться о себе, поэтому читай, размышляй, сиди дома, молись, и завтра обязательно будет результат в твоём пользу. Активно-совместное. Или я должен что-то, ну извините, бегать, искать работу, звонить вам, спрашивать, нет ли у вас работы, вы, может быть, можете помочь мне. Вот как человеку реально вести себя, активно или пассивно, когда всё-таки у меня есть безусловная надежда на Господа, что он всё усмотрит. Но опять по ситуации. Иногда, да, иногда так, что звонить и спрашивать, что есть ли работа, могу ли я устроиться на эту работу или не могу. То есть, ну всё зависит от ситуации, а иногда нужно действительно ждать ответа от Бога. Всё, что может, рука твоя, есть такие слова, делай, делай. Конечно, активно, однозначно активно, потому что без движения жизнь, она не притихает. Я бы не сказал, что здесь ситуация однозначно. В Библии, читая Священное Писание, мы находим подтверждение как одного принципа, так и другого. В одной ситуации Господь говорит, оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы. Это пророк Исаия об этом говорит. То есть, ваши активные, как вы считаете, активные действия, когда вы помогаете Богу, ну, у нас есть пример помощи Богу Авраама, к чему это привело, да мы это знаем. Это активная помощь Богу. Здесь надо было проявить доверие и делать только так, как сказал Господь. И по сути, только ждать. И по сути, в другом месте Господь говорит, что вы стоите, смотрите, идите, действуйте. То есть, здесь важно иметь отношение с Богом. Потому что, как в одном, так и в другом, я могу, только понимая, что хочет Господь, имея с Ним конкретные отношения. И молитвенная жизнь моя, это реальная помощь мне, когда я могу слышать, что мне говорит Господь. И Господь использует разные методы. Бог использует слово, Господь использует мысли, которые Он мне посылает, Он использует людей, которых мне Он посылает. Я могу быть настроен только на одно. А Бог очень часто говорит, испытай меня, и ты узнаешь. То есть, Бог производит определенную коррекцию в твоей жизни, и Он тебе помогает либо просто посидеть и ожидать. Есть и такая ситуация, когда нужно действовать, и Бог дает, открываете возможности через людей, знакомых, чтобы ты мог достичь того, о чем ты мечтаешь и думаешь. Друзья, спасибо вам за участие в программе, пусть Господь благословит вас. Да, друзья, смотря на жизнь определенных людей, мы думаем, что они не заслуживают этого наказания, и мы часто думаем о себе, что Бог с нами поступает очень несправедливо, однако, когда мы читаем Священное Писание, мы находим, что в нашей жизни мы допускаем ошибки, эти ошибки Священное Писание называет грехом. Поэтому нам необходимо сблизиться с Богом для того, чтобы каждому из нас быть спокойным. Доверие Богу – это очень важный момент в жизни верующего человека, потому что, когда ты доверяешь Богу, Он вселяет в тебя этот удивительный мир, потому что сегодня очень многие люди страдают от страха и депрессии, не могут найти ответы на свои вопросы и не видят смысла в завтрашнем дне. А Бог открывает нам завесу завтрашнего дня, Он говорит о будущем, и Господь говорит о надежде на встречу с Ним, когда все наши страхи, переживания уйдут просто в прошлое. Мы желаем вам мира, добра, благополучия, чтобы добрый Бог всегда был рядом с вами, Он всегда с нами. Самое главное – замечать Его, что Он идет где-то рядом с нами. Всего доброго, до свидания. Желаю вам, друзья, всего доброго, до свидания. Всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok